всем привет друзья очередной матч игрового дня любительской футбольной лиги юго-запада на сей раз встречи между командами вега и rosma вега играет в голубых цветах rosma соответственно оранжевых и встреча началась что можно сказать об этих командах перед стартом этой встречи вега перед началом этого тура шла на седьмой строчки имея своем активе 13 очков rosma же шла только на пятнадцатом месте семью набранными очками и пока не могла и все еще не может похвастаться хорошими результатами имеют еще по одной игре в запасе из команды собственно эта игра сейчас происходит удар по воротам приходится защитника ну и пас не точно о составах команд начнем с команды вега пожалуй в воротах юрий лазарев под первым номером руслан а вишев 4 антон болинт 18 вячеслав балясов номер 33 пока он с атака от rosma не опасны иван басюк 85 андрей белоногов 17 евгений булатов девятый номер пятый номер александр гуськов юрий австянников 11 анатолий агайо 98 денис суетников 8 и константин телешевский 55 номер аут будет вводить в игру команда росма заброс вперед мяч в поле остается но это перед уже передача уже не точно мы составах рос мы тогда уже заведем разговор артур розенталь первый номер в воротах андрей андреев двенадцатый антон барнов десятый валерий григорьев третий дмитрий израилев израилев пятый мишель каменский 21 мухаммад юсуф атажонов 7 седьмой евгений попов 2 виктор цуркану 11 андрей шоколинский девятый и марк штекерман восьмой номер у нас опасный момент тем временем возникает у ворот команды росмана на месте галкипер и будет угловой удар поднимать здесь руку игрок вегина поста не идет постет на другую половину штрафной площади но не доходит ну что доходит до адресата но просто замкнуть ее передачу было проблематично и словно если говорить кто это был здесь белые номера на голубых футболках видны про тяжело особенно в одиннадцатом часу ночи или вечером как вам угодно но будем пытаться за всеми уследить насколько это наших силах продолжают вегам атаки свои проводить они с мячом назад передача пас налево еще дальше не проходит пас но а вот можно быстро ввести нет игроки веги предпочитают оставить мяч партнером но и забрасывать наверно вперед либо же с ближним отыграться нет вперед заброс угловой так тихонечку продвигается к воротам угловой удар низом прострел остается мяч не остается он в игре аут быстро разыгрывает вега заброс на дальнюю штангу там подбирают игроки розмой мячи можно в контратаку убежать передача ну в никуда там только-только вектор цуркану бежал к этому мячу не не мог к нему поспеть разумеется ну и росман глубоко так довольно опускается назад одного игрока оставляя джой половине поля такой имитации скорее прессинга не через самого прессинга баранов там баражирует но все это не приводит ни к чему но правда и вега не смогла распорядиться мячом как следует мяч потеряли заброс вперед и даже удается скидку сделать точную мяч в поле остается баранов неплохая передача на дальний фланг и чей мяч будет в итоге угловой можно быстро ввести здесь главное не спешить не стоит это уже делать галкипер успел вернуться в ворота подача шанс нет был шанс о команды росмана не воспользовались они им но отметим то что быстро успели вернуться в оборону после углового на который большими силами выдвигались а ну и теперь обороняются пас налево еще дальше передача можно бить поворотом никто не встречает штанга хороший удар сейчас получился но каркас ворот на пути мячом оказался ну и вновь мяч предела поле покидает будет игроке росмана вводить его в игру израилев не проходит передача но показывает большой палец брунов за идею так сказать благодаря григорьев будет мяч вводить в игру до центра штрафной доводит но вновь пробить брунова не дали хотя разворачивался он неплохо и теперь вега нет не убежит в атаку подбирает мяч их соперники сегодняшние пас назад и еще дальше не у да неудачная передача на галкипером вот григорьева на тот попроще сыграл перехват мяча кому сейчас нет передачу отдавал басюк не совсем понятно мяч остается в веге и можно бить можно отдавать передачу с мячом мавиша вбьет рикошет угловой удар угловой и вега большими силами отправляется в атаку но ни к чему не приводит этот стандарт скорее даже наоборот здесь можно контратаку убежать неплохо сейчас разбегались игроки росмана отличная передача удар поворотом на месте врата веги как здорово сейчас разыграли но лазарев спас свою команду наверное самым опасным моменте этого матча преградил путь к воротам но так хорошая получилось урос мы андреев хорош пас выкатывал и на рандеву с вратарем марк штекельман вышел но переиграть того не сумел огрызнулась росмам вроде бы мечом практически не владеют но вот сумели подловить соперника на контратаке напомню все началось после розыгрыша главу от вега не самого удачного и вновь ошибка баронов слева и бьет ну зачем бить было в такой позиции был еще партнер поблизости баронов явно конечно поспешил забегал ему за спину партнер может было дождаться пока он более выгодную позицию займет ну и вновь отрежают одного игрока побегать за игроками обороны веги хороший пас еще лучше скидка нужно прострелы замыкать надо 1010 вега забивает и делает это руслан абишев вега впереди но так наказали соперника за нереализацию моментов по сути первым своим опасным подходом к воротам не один ноль вега выходит вперед спустя 10 минут после начала матча между этими командами удар спрятались из-под защитника этот выстрел цуркану но слишком слабенько получилось соброс но еще более слава на месте юрий лазарев выносить мяч подальше подбор останется за вегой есть нужно догонять мяч неужели остается в поле до мяч в игре правда никого 10 из партнеров не оказалось в итоге мега мяч потеряла но правда тут же себе его вернула но ненадолго кому отдать передачу цуркану налево еще можно здесь что-то интересное придумает но здорово сейчас под передачу шоколинского бросился защитник преградил путь мячу тем самым спас возможно свою команду потому что передача уже шла на партнера который выходил уже практически один на один а это пас в разрез очень хороший но не сумел здесь до мяча дотянуться из игроков веги по моему овсяников это был иначе можно было рассчитывать тоже на неплохую атаку заброс вперед очень хорошая передача и в касание можно бить поворотом но не подстроился опять игрок рос мы к этому мячу еще он будет шага не хватило одного-двух и тогда мог бы штекельман пробить более четко более отчетливо приложиться по мячу 1-0 по-прежнему вега впереди и мечом владеет заброс на дальний от нас фланг и даже скидка последовало ой как жестко сейчас ну пожалуй что по правилам но оттеснил так оттеснил сейчас защитник рос мы своего соперника в борт вписался один из игроков веги но слава богу все в порядке с 85 номером это его басюк поднялся и уже на поле не точная передача перехват нужно с мячом расстаться но не удается это сделать тем не менее штрафной судья назначает можно здесь быстро разыграть хорошая передача вот это уже похуже потеря мяча от рос мы пока очень много не нужных ошибок которые не позволяют команде доводить делом до ударов с завидным постоянством красная хуйня есть а вот водить вега в игру подача здесь на дальний мяч не дойдет подбор остается зарос мая штеки получает и тянет его сам в одиночку нужно дальше наверно ему двигать я затем уже пас отдавать ну отдал направлении партнера там никого не было здесь мяч должен остаться урос мы да так она и происходит выброс назад но почему судья свисток дает видимо не с того места но теперь водится мяч и пас назад но тут уже века прессингует довольно активно в лице юрия осянникова мяч правда не перехватывают штекерман удар следует и удар голевой 1111 сравнивает счет росма нет никто иной как марк штекерман с левой ноги поймал на противоходе юрия лазарева который уже так сделал шажок вправо а мяч в левый от него угол пошел и в самую самую шестерку угодил 11 росма забивает пользуется все-таки шансом потому что до этого несколько неплохих возможностей они упустили и реализация конечно оставлял желать лучшего но сейчас справились и счет сравняли полтайма позади еще столько же играть 15 минут нам смотреть этот увлекательнейший матч в первом тайме ну еще естественно 30 во втором пас назад договорись фол до нарушение правил штрафной ухты интересно быстро попытался игрок и веги пробить но брат не дремал и перехватили мяч сейчас игроки веги можно быстро вводить его в игру ошибкам соперникам последовало но нет быстро не получится все уже успели вернуться позиционное наступление я очередной аут пас налево но это хорошая передача в разрез но успевают ее накрыть не выведет мяч подальше пас назад до вратаря мяч доводят заброс здесь конечно уступают игроки рос мы в атлетизме но выборе позиции в данном случае они преуспели и свалили отожженного который конечно на голову может даже на 2 ниже своего опеку на свалили его и назначать штрафной краски этажонов у мяча может сейчас вывести свою команду вперед если здорово исполнить стандарт отсчитал положенное количество шагов в стиле криштиану роналду в стойку встал надо выдохнуть поправил шорты да в общем все просто по классике ну и по классике я должен быть удар мимо но посмотрим так лето ну кстати створ мяч летел но пришелся в кого-то из игроков в стенке подача хороший удар головой чуть выше перекладины здорово нурот по неплохо смотрится после забитого мяча не сказал бы что они прям владеют преимуществом но на таки создают мяч контролирует ну и пока по интереснее веги смотрится что довольно удивительно сейчас поймали соперника на ошибки пас на фланг догонит ли его нет ну догоняет конечно отожженов но поле против него сейчас поскользнулся и контратака не получается на штрафной до штрафной даст рифа атаки повалили овсяникова было там и не попов быстрый разыгрыш но это уже не в первый раз и пробить можно поворотом хороший удар и все ведь мы тоже еще ждали что долго будет мяч разыгрываться и никто не подставил ногу мяч так никого не задев и ушел в игре мяч можно его оставлять никого нет игроку фрост мы поблизости нужно а что-то придумывать сейчас что кельману он тянет тянет с решением в итоге стреляет и хорошую передачу отдает неплохая действительно была возможность но немного не точно хорошая передача здесь удар по ногам но судья на сей раз фолна отожженная не фиксирует опять на своей половине поля теряет мяч вега но сразу же правда отбирает и имеет возможность выйти в атаку есть судья дает свисток странное решение просто мяч оставался у веги и там уже готов был хоть и в одиночку но имея пространство константин телешевский пойти в атаку но арбитр дал свисток теперь пустящего мячу нужно разыгрывать подача очень хорошие как здесь не забить то прекрасная передача потрясающим вырезанная их раз терешевский это был не попал должным образом по мячу и не переправил его ворота на месте вратарь быстро отмеча но слишком тяжелый мяч для воротки такой передача в гланды что называется не грудью не обработаешь не головой не прокинешь дальше взамен пошли меняют к понимаю штекермана меняют отожженного появляется на поле суркану и брунов а нет вижу я что отожженного пока остался в игре а ушел шоколинский отожженного мяч к нему приходит назад и дает передачу проходит пас и имеется за пределы поля уходит вега ну что ж пора что-то придумывать как совсем у них разладилась игра бьют поворотом но как это все очень просто и однообразно исполнение веги нужно что-то придумать поинтереснее дабы вскрывать оборону отдает передачу налево сейчас овсяников мяч на фланге тюркану оттесняют мяча и вновь не по правилам не самые атлетичные опять же говорю игроки урос мы но пользуются они своим корпусом очень здорово очень здорово выбирать позицию и прикрывает мяч тем самым заставляя спалить а сейчас неплохо мяч принял на бедро отожженов но дальше уже с помощью поддержки сумели яркий веги ситуацию спасти но здесь у нас свисток арбитром штрафной удар будет вводить кто-то из игроков веги сейчас постараемся увидеть этом вне зоны нашего зрительного контакта это происходит стенки отожженов ну и что же очередная подача тире удар так оно и происходит нет желтый отожженного за то что раньше времени покинул свое место которое определил судья придется перебить ну и снова отсчитывает шаги судья на сера все вроде правильно удар поворотом не опасно ну и быстрый ответ получится ли неплохо бегут игроки росмый пас пройдет сейчас и можно бить поворотом удар мимо как сейчас здорово до тоже на меч двери и он убрал его и пробил но не попал поворотом и выговаривает судей что был фол нового нет фол не было для тоже надо быть поаккуратнее желтое у него уже есть теперь совершенно не нужно этого ситуация подача удар головой снова не точно но в воздух периодически выигрывает игроки рост мы хотя ростом как раз они похвастаться вряд ли могут но в большинстве своем такой средний рост скажем так у них пониже пять с небольшим еще играть основного времени этого матча плюс что то что добавит арбитр росма смотрится пока по интереснее по изобретательнее но опять же по уголам равенства один у тех один у других ну и в который уже раз росма не позволяет сопернику своим выйти из обороны на их половине поле накрывают но судейся уже дал один такой пенальти дает второй что происходит друзья ну игра корпус корпусом как так может быть я не знаю ну по крайней мере можно понять теперь о логику орбита что он таких садов сидит всегда но эта игра плечо в плечо это не пенальти по всем правилам футбола игра плечо в плечо разрешена но судья видней с его колокольня нам со своей пенальти готовится исполнить и попов до второй номер против юрия лазарева попов разбег удары и мяч чески залетает ворота лазарева коснулся но не смог спасти ситуацию 21 росма впереди вновь что-то такое странное демонстрирует саудейская бригада из одного человека составленная 21 возможно и по делу этот мяч росма может быть и наиграла на гол но не на такое конечно но сейчас остается мяч в игре росма продолжает бороться за него хорошо сейчас туркану в это единоборство вступал и вот он снова с чем не дают ему пробить будет штрафной туркан ключ не попав ударил по защитнику но вроде бы все в порядке здесь момент совершенно игровой никаких дисциплинарных иных взысканий не стоит применять я полагаю так оно и происходит 2 40 еще играть что росма что века точнее с ростом это все понятно росма играет неплохо несмотря на свое турнирное положение смотрится довольно боевым коллективом ну а беги как раз надо бы взбодриться и что-то придумать в атаке пока что совершенно ничего у них не клеится может быть сейчас вот игра в касание но здорово впоткать действует третий номер росмы валерий григорьев выбивает мяч на угловой нет вал выбивает его да действительно вырос вперед удар с острейшего угла ну скорее надежда тоже кто-то подставит ног вряд ли надежда вас меня залетит прямым ударом но никто опять же не подсуетился из-за боковой еще раз повторить снова пауза нас возникает игроки росма естественно никуда пишет не будут почему мяч 2 до у нас появляется в игре пока игрок росма идет за тем что улетел но в итоге сэкономить время не получилось на этом росма убила сейчас порядка 20-30 секунд в этом отрезке игровом подбирают мяч сейчас еще один аут росма будет вводить хотя вега выговаривает считает что мяч не от них пределы поля покинул но судей спорит бессмысленно еще один аут меньше минуты осталось играть основного времени первого тайма снова заброс по бровке не зацепился за мяч турканом и аут снова вега должна броняться хорошая передача но в подкате действует защитник есть центре поля пространство и туда врывается игрок росма и забивает третий мяч это как раз таки виктор цуркан номер 11 отличается и делает счет 31 в этом матче и это уже весомое преимущество ну что ж посмотрим что будет со временем добавленном сколько судья еще закинет пару минут я думаю точно штрафной удар веге срочно нужно что-то предпринимать вновь быстрый розыгрыш передача штрафную никто не успевает и мяч пределы поля покидает да разладилась игра у веге вроде бы первую минуту что-то получалось и гол забили но дальше совсем как-то совсем как-то не пошло ну и в этом заслуга в том числе и росма которая очень здорово прессинговала весь первый тайм не давая сопернику выйти будете в быстрой атаки сейчас штрафной но может быть сейчас нагрузить они разыгрывать быстро будут это делать игроки веги но нет вновь быстро розыгрыш который ничему не приводит приводит более того к атаке на собственные ворота никого нет справа чтобы мяч перевести но и в итоге потери мяча а сейчас опасно бить не позволяют здесь рикошет чуть по своим воротам не пробили игроки веги угловой еще следом судят даст исполнить хотя видно что уже смотрит он на секундомер все чаще и чаще наверное после этого стандарта да свисток на перерыв ну что ж посмотрим чем увенчается последний момент в этом тайме подача удары нет гола перекладина спасает ворота веги просто простили сейчас но нет я еще дает поиграть несколько секунд но и все первый тайм завершён 3 1 вега уступает уступает по делу и нужно им как-то игру переломать в тайме втором никуда не уходить оставайтесь с нами втором Продолжение следует... 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 Здесь Абешеф... Получает передачу... Обратно на защитника... Все еще продолжает... Продолжение следует... Продолжение следует... так некоторые дискомфорт создавая здесь наш штрафной удар нарушены правилам но далековато до ворот ну что века снова будет розыгрыш или постараюсь как-то иначе использовать этот момент подача судьба всему до подача и один совершенно решив был и очень хороший в итоге получился в пас от партнера но не подстроился и голову не смог развернуть нужным образом по-прежнему счет 3 1 в пользу роз мы вынос мяча вперед чем мяч мяч здесь ничейный в итоге розма забирает удар поворотом еще одна попытка снова на месте лазарев и контратака вишев хороший пас обратно бы ему отдать передачу нет только сейчас но тут уже поздновато обишев не догнал этот мяч и вновь уже попытку свою атаку быстро привести пытались по крайней мере это сделать игроки росмы но все еще это возможно отличный пас это толчок спину но если бы упал возможно была бы какая-то вероятность того что судья свистнет но оставшиеся ногах конечно эту возможность потеряли игроки росмам а именно андрей шоколинский я номер который выходил на ударную позицию заброс вперед не точно на сейчас уже получше шоколинский штекельманом обратно шоколинского есть возможно здесь обыграть вратаря вратарь куда побежал сейчас один совсем пусты сейчас всем воротам но пробить не позволили уже и защитники и сам голкипер который как на пожар вылетел просто позиционка в игре здесь ну не знаю поставил судья холл в атаке принципе мне кажется обоюдное нарушение было друг друга держали но посчитал арбитр что сначала фарил игрок росмам вегам разыгрывает мяч у собственных ворот пас центр еще дальше здесь жестко так встречают булатова не ожидал на такое ощущение что пойдут на него а это ошибка овсяников можно забивать и нужно это делать и гол 3 2 глупейший мяч совершенно пропускает росма второй гол в этом матче забивает вега и интрига оживает в этой встрече юрий овсяников автор забитого мяча ну вот играет росма идеально практически весь матч но тут раз ошибка и сразу же проблемы совершенно из ниоткуда возникают назад передачам вы нас здесь а вишев подбирает правда не на кого сыграть краски по туда где он должен находиться это неплохая передача но слишком остроумно как-то пропускал мяч щебурнов не жили он надеялся чтобы партнер его уже за это время успеть пол поле преодолеть и ворваться в штрафную но вряд ли вряд ли передача хорошая но неудачно стандарт не получается еще один угловой снова росма будет подавать поддача следует удар ну и как же не завивать с таких выгодных позиции но я не знаю очень много возможностей у росма и сегодня но одну за другой просто транжирят с такой реализации конечно можно и нарваться на неприятности удар отворот будет вега вводить пяткой хорошее продолжение еще дальше а вишев небо работал мяч и вы нас уже подальше от веги и не плохо удар интересным на решение принял цуркану но по мячу толком не попал сварился с подъема улетел мимо так но здесь можно подловить на ошибки по моему был фолл но судья не фиксирует его в атаке вега остается с мячом по моему держать тут не знаю кто кого держался футболку но явно такое дело место имела игра продолжается и вратарь спокойно забирает вперед заброс штекерман а вот еще наверно дальше сейчас отдаст передачу хороший пас и кто первый на мяче ох жесткий стык а вот росмаз зарабатывает прострел рикошет был угловой удар треть тайма позади еще две впереди нас ожидают успел за это время росма пропустить совершенно необязательный гол который в из игры не вытекал да и сам момент совершенно глупейший и успела росма вот такие вот моменты уже поставить на поток подача с углового и удар головой но также на поток поставили то что моменты эти голами не заканчиваются нужно что-то делать с этой проблемой реализовывать нужно побольше 32 счет очень очень скользкий по такой игре когда моменты возникают из ниоткуда здесь запасная игра от второго номера росма от евгения попова хотя ну не знаю вполне себе обычное игровое действие судья фиксирует свободный удар бить прямым нельзя опять же мяч должен наверно кого-то коснуться хотя посмотрим так ли это на деле вижу я у мяча суетникова и видимо именно он будет бить по воротам или розыгрыш сейчас будет посмотрим там и булатов тоже рядом с мячом ну видимо розыгрыш кому-то под удар будут скатывать видимо суетникова ну посмотрим суетников бьет но странно так разыграли не в там не в такт не в темп и в итоге так подсунули суетников этот мяч он выгребал откуда сзади себя можно сказать неудивительно что удар не получился только зарабатывает команда вега прострел проходит передача здесь должен кто-то успеть этим мячом из игроков два игрока пошли к этому мячу удар опасный на месте вратарь никто мяча не касался это створ летел и ответ быстрый от роз мы хорошая передача их обработка обработка подводит сейчас борунова хотя можно было так в касании и забить на самом деле но мяч далеко от штанги прошел быстрый разыгрыш мяча на ближнего мяч в центре поля приходит к обороне роз мы здесь уже возникают некоторые свободные места вороне у веге потихоньку раскрывать с команда уступая в счете и роз мы может этим пользоваться тем более что команды на контратаках смотрится довольно органично пас в центр выбивает мяч из-под ног анатолий агайо рикошет но углового не будет калкипер на месте лазарев вводит мяч в игру валент еще дальше ну а кому отдать сейчас передачу хорошая передача следует и на противоположный фланг здорово достать бы этого мяча да мяч в игре остается угловой удар от веги подача выигрывается в воздух здесь вдвоем игроки роз мы не разобрались на мяч в итоге оставили под своим контролем ну а дальше странная передача от борунова который голову не подняла там никого не было даже близко в этой зоне назад передача ногой оттеснять его от мяча и получает по ногам сейчас штыки уже занес листок арбитр но штыки на ногах удержался и продолжил атаку отдал передачу на цуркану цуркану с мячом но и продолжает владеть мячом розман андреев бьет поворотом какой какая траектория то неожиданная получилось но и можно решать нет не забивают розман но сейчас лазарев тупик поставил туда хотя казалось бы прям по центру пущен мяч близко было голом ну а что теперь вега чем ответит агай нет слишком сильная передача ну и замены пошли появился на поле от ажонов не занял место в атаке мяч естественно он уступает в воздухе да еще и право нарушает в атаке не знаю каким образом тут нарушил правилом соперник два раза больше его но судей виднее тоже надо кстати быть поаккуратнее потому что помним мы что получил желтую карточку когда раньше времени стенки выбежал и теперь ему бы придерживать эмоции иначе в меньшинстве доигрывать его команде я сейчас момент опасный удар галкипер спасает еще одна возможность может возникнуть нет на месте лазарев и теперь на бежать назад четыре игрока рост мы остались на чужой половине поля и можно контратаку быстро провести агай не очень удачная обработка но остается мяч под контролем веги длинный заброс вперед но слишком сильно слишком сильно овсяников исполнил не достала гай до этого мяча шайкельма рост вперед и вынос и на скорости может быть и получится нет вряд ли наверное но судья здесь углядел фолк я понимаю со стороны а то же он как то же он умудряется свалить этих своих оппонентов не мне не ясно совершенно в два раза они его превосходят в мощной массе я подозреваю но не проблема для отношения умудряется как-то прохал нарушать ладно пусть так сейчас он вступает в прессинг правда отобрать мяч не получается штекельман налево пас отбор ну и в итоге легко забирает вега мяч у нас еще по-прежнему 32 но сейчас быстрый ответ но вот некому прострелить штрафную все еще только бегут к воротам ой 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 ну как не замкнуть то здесь вот это да невероятный просто шанс имела вега на то чтобы счет в этом матче сравнять но не хватило каких-то сантиметров дабы забить передача на фланг агай выбивает не мяч с под ног ну а теперь та же участь постигла и булатова да еще и так что значит самого булатова поля покинул вот мячать за боковой не самый удачный но отвечают любезностью игроки веги и дарят мяч сопернику ну вот уже и сами футболисты веги идут за мячами потому что понимают они время капает время тикает насчет ничейным не становится по-прежнему вега уступает в один мяч могла на самом деле уступать и больше но сейчас конечно мысли их о том чтобы как-то счет в этом матче сравнять на дальше уже будь что будет заброс вперед шекельман цепляется еще дальше от ажонов простреливает никого там нет на дальней штанге чтобы замкнуть на счастье лазарев который до этого мяча не дотянулся от ажона снова в прессинге на пару шоколинским они нагружают и в итоге мяч отбирается от ажона но поля не хватило немножко ему чтобы достать до мяча до проблемы ощутимы с выходом из обороны конечно у веги вот сейчас просто повезло им что они из этого капкана быстро новорос мы вышли остаются они с мячом хорошая передача но она направо вроде бы уже поспросился по мысли но не побежал в ту зону евгений булату взамен а происходит у веги выходит на поле суетников под восьмым номером а также а вешев освежает освежает центральную линию да и в целом пока конечно эти двоих рассмотреть пожалуй лучше всех удар поворотом спасает вратарь 10 минут есть мы осталось играть время есть еще у веги на то чтобы от матч спасти и виды еще и дальше можешь придумать но для начала нужно ведь один и не пропустить в ближайшее время пас не проходит и попроще уже действует игроки рост мы кстати сейчас очень высоко располагалась вега уже начали половине поля почти всем составом и шансы я думаю будут просто если они не пропустят просто ближайшие несколько минут шансы убежать контратаку будут очень хорошие но сейчас получится ли навязать борьбу опять жестко как борется там от ажонов за эти мячи но конечно не позволяет им его ростовые данные воздух здесь выигрывать и тем не менее с мячом остается росма пока мяч у нас нам не забьют по такому девизу они сейчас действуют попроще вынос вперед и здесь не было толчка в спину считает арбитр догонит ли мяч да догоняет шоколинский там тажонов только сейчас поднялся я просмотрел этот момент уже в район туда где мяч я глядел мяч пределы поле покинул аут вега так у нас есть какие-то вопросы у обещал к тажонову такие аплодисменты от него последовали мол хорошая актерская игра ну возможно возможно пытаясь как то вывести себя яркий арбитр повлиять но не получается пока передача доходит до адреса она здесь удар по ногам до имел место заменам заменам ум рост мы появляется вместо шоколинского барунов очень близкий конечно футболиста по манере игры принципе не сильно менять рисунок игры с выходом надовой уходом соответственно другого поэтому возможность так частенько ратира состав есть это жонов дает мяч партнера чтобы тот вел его в игру но иногда последует если как-то не разбираются как и рост на кто как мы еще должен пойти заброс вперед тяжелая передача но практически сумел здесь барунов даже удар нанести из непростого положения 640 до конца времени мало время к тропически уходит и и уже натиск финальных минут наступил ход веги вновь out не в штрафную она ближнего здесь два игрока подкате пытаюсь пригодить путь мячу это и не нужно потому что мяч идет совершенно другую сторону покинул мяч пределы поля рос вам должно мяч отдать сопернику дам гуськов будет значит за боковой назад передача и свеча над полем загорается здесь чья мяч в итоге окажется приходит он команде вегом но что здесь здесь можно побороться подцепляться за мяч череда рикошетов взаимных потерь но не точно здесь еще и гуськову пас не точно отдали головой попытка сыграть тоже не удается пять минут с небольшим осталось играть вега идет в атаку заброс вперед ставят здесь корпус овсяников аут снова за вегой кому кому вбрасывать штрафную наверно до загружать так и происходит но здесь численное преимущество у веге штрафной площади выносит они мяч еще и в контратаку убегают штекерман можно здесь бить поворотом бьет но защитники на пути и контратака может получиться правда здесь больше игроков рос мы в обороне да и пас ну совсем совсем не получился опять на бежать назад но дарят мяч игроки рос мы здесь сопернику быстрый ответ получится нет не получается на месте галкипер и наверное стоит у меня что же сейчас приезжает да все правильно он делает нужна пауза в этом моменте спокойно придержал и выбил подальше авось кто и зацепиться или отскок удачный получится да так и выходит опасная игра ну конечно конечно же извиняется сейчас абишев что с ну излишне конечно высоко ногу поднял будет штрафной удар неплохо начали тел подбор т.с. зарос мы здесь чей будет аут это яут века зарабатывает заброс по флангу едва едва сейчас не удалось выйти на позицию удобную довольно таки 85 номер иван усеку и снова воздух выигрывает вега скидка неудачная галкипер рос мы мяч забирает артур розенталь в атаке вега времени мало в две с половиной минуты штурм уже финальный может сказать от веги правда неудачный вот это наверное лишнее было нужно теперь назад возвращаться здесь есть шанс для удара нужно решать такое и как же так да это возможно главный промах этого матча момент еще упускает вега но сто процентов двухсотпроцентный просто вынос вперед подбор остается за вегой меньше двух минут осталось играть рост мяч перехватывает тянет вперед передача на фланг еще дальше и здесь можно забивать четвертый решать все и мяч не в воротах показалось на секунду что был гол нет мяч попал перекладину отлетел в поле все еще интрига жива в этом матче до какой момент будут потом на нем долго вспоминать рост мы если не дать я не додержит преимущество но пока что им это удается сделать минуту двадцать до конца вперед заброс не проходит передача хорошая здесь овсяников мяч оставляет в поле простреливает никого здесь нет ну и попроще уже просто на отбой действует рост мы я думаю так они проведут эту последнюю минуту таких вот действиях передача на фланг как здесь вырвать это в штрафную есть подача но опять же она неудачная принимает мяч бурунов движет сам вперед и просто подальше убивает 40 секунд до конца основного времени матча сколько еще добавить судья много было остановок на самом деле минутки две-три я думаю точно замена появляется на поле шоколинский меняет бурунова который очень очень неспешно покидает поле еще еще прибавляя секундочки к дополнительному времени которые вот вот уже начнется отбор опасно может возникнуть удар поворотом не попадает в створ цуркану и время основное у нас просто сейчас на ваших глазах истекает все оно окончено ну и теперь будем смотреть за главным судьей что он скажет покажет сколько еще играть пока что в атаке только росма как будто ей нужно забивать а не веге которая один мяч уступает очень как-то вяло действует в атаке вега в тайме втором один мяч хоть и забили но совершенно не их это заслуга да конечно огородников здорово овсяников здорово сейчас развернулся и правил но все по сути это все что было у веге в этом игровом отрезке и пас не точный ну скорее это просто вынос был от игроков росмы судья смотрит на часы но пока еще свисток давать не собирается отскок от газона неприятный мяч должен вратарь забирать но не разобрались они здесь защитником тем не менее приходит он к шоколинскому шоколинский дальше передачу отдает на цуркану цуркану шоколинскому можно было решать теперь четыре игрока росмы остальные на чужой половине поля вега в атаке пас разряжающий сейчас просился нет не получилось передачи и назад уже веге нужно бежать жесткий подкат и фол и важнейшая пауза для росмы штрафной удар игроки росмы на скамейке находящейся уже про студию пора бы уже как-то и заканчивать матч но арбитр точно знает сколько ему еще играть а не важно это уже сейчас завела четвертый мяч мяч свой росма и наверное на этом интрига в матче убита 4-2 счет становится говорили мы что частенько выигрывали каким росмы мяч вверху и должны были забивать именно таким образом но как-то все не получалось но и вот в концовке все таки удалось сделать 4-2 и пожалуй все уже наверное но продолжает атаковать вега уже по инерции атакует неудачно росма снова с мячом хороший отбор и тоже неплохой отбор уже от росмы отбирает мяч андреев придержали смогли выйти с ним из обороны это одна из последних атак если не последняя уже приготовился арбитр давать свисток я думаю после этого момента он его и даст все уже пожалуй матч подходит к своему логическому завершению есть еще возможность у команды вега атаку провести удар и гол интересно 4-3 но не знаю даст еще судья доиграть или нет но один мяч все таки веге удалось забить добавленное к добавленным или что сейчас вообще мы видим просто выносит мяч вперед игроки росмы еще какие-то секунды не знаю арбитр только можете нам сказать сколько еще играть и видимо даст еще даже атаку провести ну что получится ли камбэк совершить уступать 4-2 в дополнительное время матча пока судя всему не выходит да и к тому же росмы идет в атаку и забивает пятый как разошлись в концовке ну и все 5-3 5-3 побеждает росма любопытнейшая встреча у нас нашему вниманию предстала ну и пожалуй подел она это делает заслуженная победа ну и улучшает свое конечно турнирное положение росма этими самыми удачными действиями на поле ну а наша трансляция на этом подходит к концу для вас сегодня эту встречу прокомментировал владимир злотин оператор трансляции Михаил Фомин режиссер трансляции Илья Абадаким до новых встреч на матчах любительской футбольной лиги на ЛФЛ ТВ всем пока